Светлана Горлушко Светлана ведет довольно резонансную программу, даже я ее иногда слушаю, хотя программа эта посвящена нашим уважаемым женщинам, и называется она «Уважаемая госпожа». Светлана, сколько мы уже сотрудничаем? Слава Богу, три года. Три года. Это значит, что вы видите некий плод, определенный отклик. Я думаю, что мы об этом подробно сможем поговорить в формате нашей встречи. Ну, во-первых, все когда-то начинается, и очень трудно иногда, конечно, найти эти начала. Я думаю, с рождения, затем с нашего покаяния, прихода к вере. Но если ближе к радиопередаче, с чего вообще возникла такая идея, и каков был посыл, что хотелось донести до женщин? Я верю, что родилась все-таки у Бога еще до моего сотворения. Как и говорит Писание, что все, что Бог запланировал каждому из нас, Он сделал до сотворения мира. И знаете, ну, может, это очень громко, ну, даже для меня это очень громко, хотя я в это верю. И я знаю людей, которые живут по Божьему плану, и я вижу, насколько они благословены. Я вижу, ну, когда Божий план совершается, насколько это красиво, насколько это насыщает жизнь людей. В Боге есть цель для каждого человека. И написано в Слове Божьем, что цель жизни каждого человека — это прославить своего Творца. И вот когда человек доходит до момента, что он все-таки не заботится о своих целях, о своих каких-то задачах, сверхзадачах, особенно если есть семья, есть дети, есть отношения с близкими, это все очень близко к нам, и поэтому оно кажется, ну, не кажется, оно и есть актуальным, но оно настолько нас захватывает, что кажется, что это все, что нам нужно обеспечить в жизни и об этом заботиться. И таким образом мы попадаем в этот круг, о котором Бог говорит, не надо заботиться. А мы не можем понять, как же не заботиться, если не я, так тоже. После покаяния, да, есть какой-то промежуток времени, когда ты начинаешь все-таки читать Слово, начинаешь пребывать в Слове, пребывать в проповеди, начинаешь молиться. То есть начинается взаимоотношение с Богом, ты начинаешь открывать не только внешние уши, но и уши сердца. Тогда оказывается, что что-то ты таки можешь доверить Богу, и оказывается, что Он с этим справляется лучше даже, чем ты. И то, что ты хотела там годами поменять своего мужа, потому что тебе это мешало категорически, оказывается, Бог это делает легко и просто. И это происходит не потому, что Он меняется, а потому что меняется твоя реакция на это. То есть это такие прекрасные неожиданности. И когда вот человек открывает чуть-чуть дверь, да, конечно, потом любой мыслящий человек хочет больше территории своей жизни все-таки доверить Господу. И когда начинается этот процесс, неизбежно, что Бог открывает цель и свое предназначение. Слава Господу за пастырей, которых Бог ставит в своем теле, да, над церквями. Пастыр нашей церкви очень много внимания уделяет тому, чтобы каждый человек исполнил то, что Бог задумал. И был промежуток времени, когда эти проповеди были, я их слышала, но я их просто слышала. Это было время принимать. Что-то надо было наполнить, наверное. А потом пришел момент, когда я услышала так, что я ничего не могла с этим сделать. Сразу стало понятно, когда я слышала, оказывается, была мысль 4 года назад о том, что нужно делать женскую передачу. Оказывается, что когда-то я читала книгу Александра Меня, и был тоже, ну, такой знак был, что придет время, когда будут открытые двери, нам нужно готовиться, чтобы было что говорить людям, чтобы было чем ободрять людей. Конечно, я первая пошла к своему мужу с этим, потому что, ну, есть определенный жизненный ритм, да. И потом я стала молиться о том, чтобы просто Бог показал, где это должно быть. Слава Богу, что на то время уже существовала ваша радиостанция, единственная в Украине. Это спасибо Богу за всех тружеников Светлого Радио. Первое, я позвонила, конечно, к вам, сказала, что есть желание делать программу для женщин, именно для ободрения и просто вдохновения женщин. То есть не общее выступление, как жить лучше. Как жить лучше, только Бог знает, потому что только Бог знает нас лично. Но пришло это желание просто делиться и вдохновлять. Светлые гости на Светлом Радио Мужчина, как голова в доме, если он действительно подвластен Иисусу Христу, ну, то есть согласен с тем, что его власть – это Бог, то неизбежно он будет помогать своей женщине открываться. И на самом деле вопрос не в величине проекта, вопрос не… То есть для кого-то радиопрограмма – это большой проект, для кого-то это мелочи, да, но для кого-то просто устраивать праздники для семьи, потом для знакомых, потом для церкви, потом оказывается еще на каком-то уровне. Это все открывается, когда женщина первая, с кем она делится, она делится с мужем. Если муж не проявляет внимания в этом направлении, да, она пойдет поделиться с подругами, но это гораздо менее, ну, меньше силы обладает для того, чтобы женщина сделала шаг. Потому что на самом деле, ну, женщины при всей активности сегодняшней, говорят там, да, что сейчас такие все гипер-женщины, женщины боязливые. Ну, иногда там вынуждены, говорят, там, занимать позицию более активно, все такое, но на самом деле нужна все равно поддержка, нужно подтверждение. И вот в чем разница между мужчиной и женщиной радикальная? В том, что мужчине, вот смотрите, как в Слове Божьем, да, Бог сказал Моисею, иди, ну, там, пару раз переговор, и пошел 40 лет, там, правильно, неправильно, ну, пошел до конца, много, да. Сказал там Давиду, ты по сердцу моему, все, тут правильно, неправильно, с ошибками совсем, он, ну, проламывает. Женщина не так. Женщина нуждается в этой вот поддержке и питании каждый день. Тоска по сильному плечу. Ну, это просто важно знать, потому что иногда женщина не будет говорить, да, что мне нужна поддержка. Почему вот, ну, смеются, да, что нужны комплименты, там, все такое, это из этой же, ну, серии. Ну, так нас Бог сотворил, но дело в том, что Он же сотворил нас не для тех, кто не может этого давать. Мужчина может давать каждый день, он может быть как дождь, он может. Чуть-чуть, но просто понимать, что, да, и это будет всю жизнь, всю жизнь она будет в чем-то сомневаться и в чем-то, о чем-то спрашивать и приходить за вопросом именно к своему мужу. Мы в браке больше 20 лет, у нас трое детей, взрослая дочь, двое школьников. Самое большое свидетельство для меня вообще-то наши дети, потому что, когда у нас родилась первая девочка, я не представляла, как у нас будет двое детей. У нас были очень сложные взаимоотношения до того, как мы пришли в церковь. Но когда мы пришли в церковь, она написала на воскресной школе записочку Богу с просьбой, чтобы мы не ругались. И тогда эти записочки передавали пастору, и молились служители, молился пастор за все эти. Вот, и Бог ответил, через время мы перестали таки ругаться. Муж стал говорить о втором ребенке, а я даже, ну, то есть у меня вообще ничего не откликалось. А потом он перестал говорить, стал молиться. И Бог дал мне желание, и я стала просить у Бога второго ребенка. У нас родился сын. А потом, позднее, когда я забеременела в третий раз, у наших родных и родителей это было, в общем, несколько неожиданно, потому что и двое на сегодняшний день не просто, а как трое, в общем. Мы-то больше семей уже знали, у которых больше детей. Потому что вы были в церкви, видели несколько иное. Что все-таки Бог обеспечитель, а не муж. И что у Бога на каждого ребенка есть обеспечение. И финансовое, и здоровье, и любовь через родителей. Все, что нужно ребенку, Бог дает. Светлые гости на Светлом радио. Чем вы хотели помочь женщинам? Каковы возможные общие проблемы женщин? К чему мужчины менее чувствительны? И, возможно, мужчина не может вести такую программу столь удачно, как это делает женщина? Может быть, он и удачно будет вести эту передачу. Ну, знаете, как это не вопрос, который я там, допустим, обсуждала бы с Богом. То есть, если Господь ведет, то поведет мужчину, и мужчина будет успешным, да, потому что тут не мы, скажем так, руководим. Но что общее? Просто есть момент коммуникации, да. Можно пошутить одинаково, и женщина женщину быстрее поймет. И потом это будет настолько же смешно, как не было бы, допустим, для мужчины, да. Верующие, неверующие люди. Все знают, что если Бог живой, и если земля крутится, и солнце на нее не падает, то, наверное, таки он сильный, да. Нам не всегда легко приложить это на свою жизнь. Потому что, как, ну, своя боль, она такая болючая, что, ну, тяжело ее приложить. И бывает женщина, у которой непослушные дети, или невнимательный муж, или она сама натворила кучу глупостей, и ей просто стыдно. Очень непросто снять эти одежды, да, и сказать, Бог, я верю, что ты сильный, чтобы убелить эти грехи, чтобы действительно удалить их, как восток от запада. Мы читаем это, но нам непросто, вот мы верим в это, но нам все-таки непросто это на себя одеть. И для этого надо время. Я понимаю, что Бог первый, кто это понимает. Поэтому он побуждает людей писать книги, поэтому он побуждает нас делиться своими свидетельствами, поэтому побуждает кого-то делать радио, кого-то программы на этом радио, понимаете? То есть все это делается не для того, чтобы заполнить эфир развлекательными какими-то вещами. Да, нужны вещи для отдыха. Когда ты такую фразу слышала, что на женщине можно увидеть улыбку, но это не значит, что она рада. Когда я сама слышала, когда я слышу и читаю письма с откликами, что мне это понравилось, я вообще за это рада. А у меня вот я мечтала о семье, а муж ушел. А вот я с двумя детьми, а вот мне все равно хочется. То есть ты видишь, что человек все равно растерян. Но я знаю, что вот как у меня было, был период, когда Бог тебя наполняет, наполняет, наполняет. Потом раз, и приходит момент, когда ты можешь отдавать. Точно так же и у женщины, где есть вопрос с детьми или с мужем, или личное непрощение. Бог кормит, питает, обнимает, милует, наполняет, наполняет. И приходит этот момент, когда эта пропасть становится долиной, и женщина превращается в эту пажить добрую, с которой могут питаться уже другие люди. Это возможно только с Богом. Это невозможно. Никакими сегодняшними суперпредложениями, тренингами и всеми этими какими-то вещами невозможно. Ни один человек не знает душу другого человека, тем более дух другого человека никто не знает. Нужно быть внимательным к Слову Божьему, нужно быть внимательным к своему сердцу. И тогда Бог поведет тем путем, когда вы будете слышать вот это исцеление, которое Бог дает. Темы действительно не могут быть общими, потому что у каждого своя беда, у каждого своя боль. Я просто знаю по роду своей деятельности, как прописываются темы на поточный продукт. Можно написать планинг того, что ты знаешь. Но я больше хочу и молюсь о том, чтобы передать тот планинг, который у Бога. Коня готовят на день битвы, но победа от Господа. Поэтому подготовка к программе, конечно, я принимаю это всю информацию. Я слушаю проповеди, и Бог дает во время проповеди темы, какие мне вообще вот просто побуждают через слово, которое я слышу. Читаю писание. Где-то я общаюсь с детьми и бегу, записываю в блокнот что-то. Но когда приходит момент эфира, я тоже готовлюсь к нему. Молюсь и готовлюсь. Но очень часто бывает на эфире Господь просто передает свое слово тем людям, которые сейчас слушают. И для меня это самое большое благословение. Просто большое благословение. Я очень люблю, между прочим, интервью с женщинами по хиллого вику. Опытными людьми. Очень люблю. Они говорят немного, но действительно это наполнено Божьим помазанием. Лейтмотив. Бог держит все. Удержит и тебя. Доверяй. Здесь есть определенный намек, что мы закрываем свои слабости как бы с двойной силой. Как Петр, который сказал, потому что не знал, что говорить на горе. И он начал быстро говорить что-то. Ева помогает сама себе, она делает этот шаг к дереву познания. Наверное, есть все же еще одна тема в этой программе. Любой человек, а в нашем случае женщина, требует уважения к самой себе и уважать саму себя. Мне кажется, это другой лейтмотив. Ой, спасибо большое за вопрос, потому что это действительно очень важно было. Это слово переводится как уважаемая госпожа. В украинском языке, оно в напане, оно очень часто употребляемое слово, словосочетание. В русском языке, ну, очень редко мы говорим, уважаемая госпожа. Но я помню четко, когда я писала анонсы к программе, вот когда Бог показал, что нужно делать, да. И я помню, тогда у нас было такое прославление сильное в церкви, ну, такое очень-очень хорошее было прославление. И я стояла, и я просто во время прославления писала все эти анонсы. И у меня прямо упало на эту страницу название «Шановна пани». Но оно не упало даже на украинском или на русском. Это было такое словосочетание, что просто насколько Бог почитает женщину. Именно вот это слово «госпожа», «пани», ну, в нём очень большое содержание, красивое содержание. Бог сотворил женщину красивой. Вот вопрос не в том, знаете, какие уши или глаза. Вопрос в том, что женщина чувствительная, женщина радующаяся, женщина нежная, женщина ласковая, женщина умеющая вдохновить. В ней так много силы в этой красоте, и всё, что сейчас вокруг, вот этот темпоритм, который сейчас в современном мире, да, он пытается задушить это всё. Но я вам скажу, я когда читала биографию Мартина Лютера, жены его, я поняла, что мы зря списываем всё на то, что сейчас время такое. Вопрос действительно в том, что делает наш враг. Потому что в то время женщины были так же загнаны, как и сейчас. Только они были вынуждены чистить коровники, доить, стричь, брить, там всё делать. Вращать жернова. Всё жарить, парить, а мыть посуду без горячей воды, а таскать её из колодцев. Это же, ну, вообще уму непостижимость. Стиральных машин также не было. Не было всего этого. И когда мы жалуемся, что сейчас тяжело, неправда, всегда было тяжело. У дьявола одна цель – украсть, убить и поубить, да. Так вот, она была на женщину, что в 14 веке, что сегодня одинаковая. Просто нельзя обманываться, что сейчас мы, то есть тогда против дьявола люди могли силой божьей, да, а сейчас против дьявола с тренингом. Это глупость. Это просто, это потеря времени. Всё, что я хочу, это чтобы как можно больше женщин быстрее поняли, что единственный путь к примирению – это покаяние. К примирению с Богом, к примирению с собой, к примирению с мужем, к примирению с детьми. Нельзя построить новые отношения, когда под вами не просто лезвия бесконечные. Эти лезвия нужно вытаскивать. И, ну, больно, не больно, стыдно. Надо уповать на Бога и всё-таки делать эти шаги. Светлые гости на Светлом радио. А мы коснулись гостей, которых вы приглашали. Мне трудно за три года, конечно, спрашивать, какие гости более всего вам запомнились. Но такой глобальный вопрос. За три года, я уверен, а Бог всегда действует, особенно когда мы тоже действуем. Он меняет нас. Вы что-то даёте этим женщинам, они могут поделиться. Но это, конечно, и с их стороны также вежливо просто прийти на программу, принести самоё себя, своё свидетельство, свою жизнь. И вот, чем Бог обогащал за последнее время через эти встречи вас? Как вы находите? Есть какие-то определённые критерии? Или это просто Бог приводит в вашу жизнь интересных женщин, интересных людей? Мы просто просим Бога, чтобы Он давал этих людей. Потому что у каждой женщины есть своя история, есть чем поделиться, есть опыт. Момент в том, чтобы найти жизненно важное свидетельство. И речь не о том, что глубина или величина, а каждое свидетельство, которое Бог делает, оно великое. Хоть это 30-летний путь, хоть это за ночь какое-то освобождение. Ценность в том, чтобы это были люди, через которых Бог будет служить тем, кто слушает. Потому что я могу послушать человека, который свидетельствует, но я не могу никак увидеть людей, которые слушают. Я не могу увидеть тех женщин, которые случайно включили радио, у которых случайно едут в такси и работают радио. Я не знаю. Но Бог знает этих людей, и Он их любит. Поэтому подбор людей для меня это самое драгоценное. И для меня это всегда свидетельство, когда получается общение, получается служение через программу. Самая запомнившаяся мне встреча была с Софией Павловной Савочкой, мамой, которая родила 15 детей. Которая смиренного духа, кроткого, красивейшая женщина. В ее возрасте я брала интервью, ей уже 80 было. Это было такое интервью, когда я забывала, что нужно задавать вопрос. Просто вот это был момент, когда как перетекание какое-то происходило. Человек просто говорит сам за себя, самим своим присутствием. Ты смотришь на нее и понимаешь. Вот прожитая жизнь. И самое ценное было, что она говорила очень конкретные вещи. То есть из жизни, согласно Писанию, согласно Божьего наставления. Знаете, как говорят, не послушал Духа Святого, жизнь научит. А она еще и слушала Духа Святого. И это, конечно, было большущим благословением и для меня лично, и для слушательницы. Я очень много отзывов слышала и читала. Бог всемогущ. И начинает Он удивительные изменения с сердца. И, возможно, даже сердца немощного сосуда, которым является женщина. С нами была уважаемая госпожа Светлана Горлушко. Субтитры подогнал «Симон»